Если мы хотим звучать очень вежливо, то нам надо использовать приставку ГО, это соответствует МОЕ УВАЖЕНИЕ. Например, ГО КАЗУКОВА И КАГА ДЫСКА. КАК ВАША СЕМЯ? КАК ДЕЛА В ВАШЕЙ СЕМЯ? Ну, это очень хорошее выражение, по-моему. КАЗУКОВА это просто СЕМЯ, но если поставить ГО, то есть мы выражаем глубочайшее уважение СЕМЯ ЧЕЛОВЕКА. И также она используется во многих других словах, а в основном китайского происхождения. То есть не оригинальные японские, а китайские. Например, ГО ХАН ВА, ГО ХАН РИС, САЙ КО У ДЕС, РИС самый лучший. ГО ХАН В САЙ КО ДЕС, ГО СЩУМИ ВА, КАКОЕ ВАШЕ ХОБИ, КАКОЕ ВАШЕ ХОБИ. Где и почему оно используется? Оно, как я уже говорил, используется словами китайского происхождения, не оригинальные японские, ну и для предания особой вежливости. Мы сами разберем самые частые слова, но в целом есть и другие, но их просто нужно запомнить, мне кажется. ГО ЧУ МОН, ЗАКАЗ, например, заказ в ресторане или в кафе. ГО ОН НАЙ, информация, или можно использовать проводить, допустим, кто-то пришел в регистрацию и вам нужно сказать ГО ОН НАЙ, я вас проведу, здесь покажу вам. ГО РЕН РАКУ, сообщение, очень часто встречается. ГО ЧУИ, будьте осторожны, он часто используется в местах транспорта, допустим, в автобусе, там осторожно повторят ГО ЧУИ, ТУ ДА САЙ и ГО ЧО ТУЛЬЁ, ГО ЧО ТУЛЬЁ, это работа. И всем большое спасибо, друзья, продолжаем.